Каким был самый стыдный момент в вашей жизни? Попробуйте его вспомнить, проживите его заново, а потом посмотрите на игры Брикс. И вы поймёте, что никто в этом мире, кроме России, не может сделать настолько кринжовой истории. Вообще никто. Это какое-то абсолютное безумие, правда, я ничего смешнее в жизни не видел. Когда смотришь какой-нибудь фильм, типа фильма «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном, где бежит диктатор и, значит, рядом спортсмены, кто его начинает обгонять, он стреляет им по ногам. Думаешь, ну это сатира, это гипербола. Так не бывает. Ну, никакой диктатор, никакая страна, я в жизни, там, что бы ни случилось, вот это вот всё делать не будет. Даже Северная Корея такого, блин, не делала. Но Россия решила здесь всех перепрыгнуть. И это, пожалуй, единственный адекватный спортивный прыжок, который был во всех играх Брикс. Натурально, вы вряд ли следили, потому что, ну, никто за этим не следил. Игорь Брикс – это то, что не заметил вообще никто, кроме российского бюджета и кроме тех, кто любит что-то невероятно смешное. Потому что и комментаторы, которые называют людей шмарами. И самое смешное, типа, вы вообще можете себе это представить? Там были соревнования в большом количестве, в которых не хватало спортсменов. Ну, то есть, например, дисциплина, в которой участвует один спортсмен. То есть, неважно, как долго он будет выполнять упражнения, как быстро он приплывёт, или, ну, сделает он всё хорошо или плохо, неважно. Он получит золотую металь, и он, блин, получил её. Были дисциплины, в которых соревновалось по два спортсмена. То есть, серебро и золото гарантировано. Потому что просто больше нет участника. Вы можете себе это вообще представить? Ну, это какое-то настолько безумное безумие, которое непонятно вообще, зачем тогда делать. Потому что сама идея Игорь Брикс понятная. Показать, что на самом деле Россия не является страной-изгуем. На самом деле Россия крупная, могущественная. На самом деле Россию не любят только какие-то сволочи там непонятно где. А весь мир, он за Россию. Весь мир, он с Россией. Весь мир поддерживает то, что Россия пытается уничтожить Украину. Весь мир поддерживает геноцид, который Россия устраивает в Украине. Весь мир выступает за то, чтобы Владимир Путин вечно правил, посылал своих солдат на убой, уничтожал украинские города и так далее и тому подобное. Вот что хотела показать Россия. Но показала она совсем другое. Наоборот, показала она то, что вот эта вот вся история с риторикой, что только против нас, только какие-то там англосаксы и прочее, она ничего не стоит. И знаете, это вообще хороший способ проверять какие-то утверждения. Ну, например, вот сейчас был саммит мира в Швейцарии, куда приехало десятки стран. И Владимир Зеленский стоял в окружении мировых лидеров. Они обсуждали реальную проблему, как ее решить. Они выражали, собственно, солидарность с Украиной. Они говорили, что российское вторжение непозволительно. Фактически половина мировых стран там была. Параллельно Владимир Путин ездил в Северную Корею. Я рассказывал об этом не так давно, чтобы продемонстрировать, что вот, смотрите, я, Владимир Путин, не нахожусь в изоляции. До этого он еще ездил в Китай, а после этого в Вьетнам. Казалось бы, ну вот вроде как он не персона, но он грата во всем мире. Как же понять, кто прав? Тот, кто говорит, что Россия находится в международной изоляции, или кто, кто говорит, что это все пропаганда, западная пропаганда? Ну, знаете, это знаменитая западная пропаганда, которая насрала в штаны Владимира Путина. И понять это очень просто. По всему, что не связано напрямую, там, не знаю, с политическими переговорами или чем-либо угодно еще. Просто посмотреть на реальность. Какие фильмы продолжают смотреть, там, не знаю, в той же России, насколько есть обмен учеными, насколько есть какие-то совместные проекты и предприятия, насколько есть совместные заказы. Вот, ну, например, мы видим, что Армения, она теперь угрозится выйти из ДКБ и заключает военные, контракты военного взаимодействия с Францией и Америкой. Это нам говорит, что Россия либо потеряла Армению, либо близка к ее потере. Ну, или, я не знаю, что, давайте посмотрим, сколько стран готовы обслуживать российский бизнес, ну, то есть взаимодействовать с ним. И тут мы, к удивлению своему, обнаружим, что китайские банки, например, не готовы сотрудничать с российскими, в том числе, экспортерами. Проблема, проблема. Безусловно, проблема гигантская. И почему-то на поверку оказывается, что даже те страны, которых Россия записывает свои союзники и друзья, как дело доходит до дела, не готовы не экономически взаимодействовать, да и не готовы на игры БРИКС приезжать. Поэтому вот эти игры БРИКС, они просто оголили истину, что на самом деле Россия страна-изгой, и что она может взаимодействовать и иметь близкие отношения только с такими же странами-изгоями и никем другим. Как она это показала? Ну, давайте я вам расскажу, что происходило в Казани во время того, как проходили игры БРИКС. Это, во-первых, безумно смешно, потому что, ну правда, это как будто какая-то сатира политическая, снятая на диктаторские режимы, а во-вторых, это вот тот самый яркий маркер, который показывает нам, кто на самом деле прав в разговорах об изоляции России или ее отсутствии. Проанализировали в игры БРИКС в статье «Новая газета Европа», там человек, который последил за тем, что там происходило. Итак, в Казани прошли игры БРИКС, это по российской альтернативе Олимпиаде, на соревнования приехали спортсмены из несуществующих стран. В некоторых дисциплинах россияне соревнуются вообще без соперников, а телекомментаторы рассуждают о генетическом превосходстве спортсменов из России. Какие были странности на этом турнире и чем он меня так размешил, обсудим с вами прямо сейчас. Вы можете поддержать этот ролик вашим лайком, комментарием, подпиской на канал, все это помогает его продвигать, ну а также поддержать канал финансово на Патреоне, ссылка будет в описании. Итак, игры БРИКС в международном календаре на самом деле существуют с 16-го года и проводятся каждый год. Чаще всего это было просто спортивное мероприятие на полях саммита стран-участников БРИКС в каком-то одном виде спорта. В 16-м году Индия провела детский турнир по футболу, годом позже Китай разлег всех турниром по ушу-таолу, комплекс ушу-упражнений «Бой с тенью». В 18-м году в ЮАР прошел турнир по женскому нетболу, после ковид-паузы играли в онлайн-шахматы и устроили турнир по брейк-дансу. На этом недолгая история игр БРИКС заканчивается. Россия, сразу же обозначивая эти игры как альтернативную Олимпиаду, решила провести турнир по программе, максимально приближенной к Олимпийской. В программе сразу 27 видов спорта. Акробатический рок-н-ролл, бадминтон, бокс-то я не буду пальцы загибать, их много. Борьба на поясах, брейкинг, гребли на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, конный спорт, курешь, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, шахматы, художественная гимнастика. Половину видов спорта он назвал неправильно, в смысле ударил неправильно, но тем не менее, видите, масштаб потрясает. Ну то есть они решили провести прям настоящую альтернативную олимпиаду. За две недели до открытия игр вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что свое участие в них подтвердили аж 97 стран. Количество стран, в итоге отправивших своих спортсменов на соревнования, особо не афишируется. В списке команд-участниц на официальном сайте мероприятия якобы 90 стран, в том числе непризнанная Абхазия, Южная Осетия и Республика Сербска. Они не являются, это не настоящие страны. В половине команд при этом значится ноль участников и ноль видов спорта, в которых они соревнуются. То есть стоит какой-нибудь флаг какой-нибудь страны, какое-нибудь название и, возможно, даже настоящий, там и такое встречается, но там нет заявленных спортсменов и нет видов спорта, в которых они соревнуются. Господи, насколько же это унизительно. Слушайте, честно говоря, ну вот просто, ну это как надо вот так править? Это как надо стать таким важным? Ну то есть Владимир Путин же все делает из-за своих комплексов. То есть ему кажется, что он ничтожество, поэтому он на всех прыгает и прочее. К сожалению, из-за этого гибнут люди в большом количестве. Было бы, что называется, смешно, если бы не было так грустно. Но он реально вот из-за того, что он, опять же, я не против людей низкого роста, я и сам невысокого. Просто, ну, у него это формируется в конкретный комплекс. То есть из-за низкого роста, из-за того, что все его всегда шпыняли, что он был мальчиком на побегушках, у него гигантские комплексы. И вот он решил, что типа, чтобы все меня уважали, я начну всем создавать проблемы. Но по итогу-то ты стал вообще у разбитого корыта, с тобой никто не общается, тебе никто не подает руки. Ты должен присмыкаться перед каким-то кинчанином. То есть ты присмыкаешься перед, вот была какая-нибудь иерархия, вот самый чухан в самом низу, извините за такой сленг. И в итоге, когда ты решил побороться со всеми ними, хотя они ничего тебе не делали, ты стал под чуханом. Это как вообще? Это что за план такой у Путина? Это что за невероятное гроссмейстерство? Это что за невероятная многоходовочка? И в итоге вот у тебя, пожалуйста, несуществующие страны и существующие страны, на которые никого не отправили. Но ты все равно на своих сайтах пишешь, что отправили, потому что у тебя же Олимпиада. В некоторых странах вообще возникли вопросы к спортсменам, которые участвуют в играх БРИКС. Так, Министерство образования Молдовы проводит внутреннее расследование. Оно запросило разъяснение о федерации, которым принадлежат приехавшие в Россию спортсмены, ассоциации по единоборствам, федерации дзюдо, федерации самбо, федерации художественной гимнастики. Если в результате внутреннего расследования будет установлено, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, ну, эти федерации рискуют сокращением или приостановкой финансирования. Международный статус Игорь БРИКС, он тоже категорически оспаривается Международным Олимпийским комитетом, потому что еще несколько лет назад Всемирной антидопинговой ассоциацией ВАДА было принято решение, согласно которому Россия вернет себе право проводить международные турниры на своей территории только после получения Национальной антидопинговой ассоциации РУСАДА сертификата. Потому что, как вы помните, Россия еще до начала подмасштабного вторжения везде была поймана на допинге. И еще тогда испытывала большие проблемы и с допуском спортсменов под собственным флагом, и с тем, чтобы принимать соревнования. Но тогда российская сторона под этим решением тоже подписалась. И клялась и божилась, мы все сделаем. Были ли эти игры дешевыми? Конечно же нет. На организацию игр Минфин выделил миллиард и треть еще миллиарда рублей. Власти Татарстана потратили еще 4 миллиарда рублей на реконструкцию спортивных объектов в турниру. Но денег все равно не хватило. При этом, ну, я за такие трады. И, пожалуйста, пусть проводят лучше вот такие потешные абсолютно соревнования, чем тратят это на войну. Ты понимаешь, почему мы не показываем церемонию открытия Игоря Брикс? Говорит с автором новой газеты Европа на условиях анонимности один из топ-менеджеров Матч ТВ. А там как таковой церемонии нет, объясняет он. Решили не заморачиваться. Выносит флаги, кто-то говорит шаблонную речь. Как на школьном соревновании. Вот и открытие. По ходу турнира постоянно перекраивается программа. Иногда спортсмены накануне вечером, пишет автор, не знают, в какое время выступают и выступают ли завтра вообще. Так, финалы Игоря Брикс в синхронных прыжках с вышки среди мужчин и женщин решено было объединить. Дело в том, что женский дуэт в итоге был заявлен всего один. Анна Кононыхина и Юлия Тимошинина. Об уровне турнира говорит хотя бы тот факт, что олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, который по сути завязал со спортом, сейчас он больше увлекается руководством юнормии, признается, что готовился не больше недели. И этого хватило, чтобы легко выиграть. Реабилитироваться организаторы планировали за счет приглашения в Казань сборной Беларуси. Но обеспечить достойное представительство не удалось. В итоге в некоторых видах спорта в программе был только один участник. В ряде случаев двое. Вот пример типичной новости. Синхронисты Александра Мальцева спрашивают о его ощущениях после победы в зачете, где он участвовал вообще один. Каково ему соревноваться с самим собой? Одна строчка в протоколе, один человек на пьедестале. Как ни выступи, все равно ты первый. Мальцев подробно рассказывает. Ощущения странные, конечно, но я воспринимаю свое выступление как социальную миссию максимально популяризовать свой вид спорта. Его слова творчески перерабатывает государственное агентство ТАСС. Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию, россиянин Александр Мальцев, не испытывает дискомфорта из-за небольшого числа соперников на игр Брикс. Речь о нуле. Я напоминаю, у него было ноль соперников. Ну как это возможно? Слушайте, ну как это возможно? Как эти люди вот на серьезных чах, они такие? Я спортсмен. Я вот соревнуюсь. Конкурентов нет. Понимаете, как у России конкурентов нет. Потому что Россия соревнуется только в тех дисциплинах. Точнее, конкурентов нет в тех дисциплинах, которые никому нахер не нужны. Да, почему не могут поймать неуловимого Джоу? Он никому не нужен. Ну тут та же история. Сам пришел, сам себя победил. Доволен. Просто, просто я не могу. Ну это, ну правда, ну это же цирк какой-то, нет? Напишите в комментариях, может я что-то как-то недопонимаю. Может это выглядит достойно для кого-то. Есть дисциплины, правда, где соревнуются по два участника. То есть проигравший гарантированно поднимается на вторую ступеньку пьедестала. Но есть хоть какая-то конкуренция. А чтобы для истории протоколы выглядели красиво, организаторы иногда дописывают туда несколько европейских стран, представители которых и не думали вообще приезжать. Вот, кстати, как выглядят новостные заголовки вея новостей. Например, вот этот самый Мальцев, другое соревнование. Вот там у него был конкурент. У него был второй, так сказать, у него был соперник. И вот как они пишут об этом. И сразу второе золото у России на играх Брикс. Синхронист Александр Мальцев набрал 267 с чем-то там баллов и одержал победу в сольной технической программе. Кэнтиан Одисайсирибутер, простите за сложная для меня фамилия, значит на втором месте. И дальше такая приписка. На соревнования были заявлены всего два спортсмена. Нормально? Вот история с появившимися из ниоткуда флагами в протоколах, например. Многие гадали, как грузинский флаг вообще появился на церемонии награждения самбистов вместе с флагами ненастоящих Абхазии и Южной Осетии, непризнанных никем. Как заявили представители Грузии, никто никуда и не выезжал. Но флаг перед турниром все равно вынесли. А имена и фамилии двух грузинских спортсменок, которые находятся в Грузии, несли в протокол. Чего не понимаю, медальный зачет, который зачем-то введут официальные сервисы игр, говорит главный редактор софтспорта Евгений Сусаренко. Показать, что мы выиграли гонку и Россия чемпионка, так это только обесценивает победы. Любой нормальный человек смотрит на эту таблицу и думает, что за первенство водокачки. В нашем ауле уже был аналогичный случай. Олимпиада-80 в Москве. После отказа американцев негласно было решено медальный зачет не вести. Он ни разу не был опубликован даже в советском спорте. Логика не нивелировать ценность побед наших олимпийцев. В чем красота таблицы, где у СССР 8 золотых медалей, а у ставших третьими болгар 8? Жаль, что сейчас этого чувства сообразности не хватает, заключает он. Штатных комментаторов, которые могут грамотно и при этом политически корректно комментировать происходящее, в Казани не хватило. В эти дни проходил чемпионат Европы по футболу, поэтому лучшие силы отвлечены на главный турнир были. Но спортивные газеты в России даже телепрограмму на день публиковали, составляя ее из двух турниров. Евро и игры Брикс. Выглядит это так, будто это нечто сопоставимое и равновеликое. Скандалы возникают и здесь. Для комментирования соревнований по самбо был нанят внештатный сотрудник Владимир Иваницкий. Во время выступления российского самбиста Кирилла Князькова он произнес следующий текст. Смотрите какой жених настоящий, 20 лет сегодня. Девчонки, берите на заметку. Ну только чтоб хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший. И после этого я и решил, что я точно сделаю ролик про Брикс, потому что невозможно мимо этого пройти. То есть это, понимаете, это как будто бы ирония. Это как будто бы какой-то метанарратив с отсылкой, не знаю, к игре «Русы против ящеров», славянскому удару и всему такому. Но это не метанарратив. Понимаете, это человек говорит абсолютно без какого-то второго дна. Это вот человек говорит, как говорит. Это русы, какие-то шмары, какие-то вот... Ну как не стыдно, как взрослый человек. И вот это, понимаете, главное национальное спортивное мероприятие. Вот это вот те игры, которые должны за пояс заткнуть, олимпийские игры. Этого человека, к удивлению моему, по крайней мере, отстранили. И почему-то он дальше не комментировал. Возмутился отстранением комментатора, кстати, Владимир Соловьев, который тоже не понимает, а что плохого в том, чтобы говорить слово «шмары» в эфире. Сам Иванистский заявил, что не считает себя виноватым. Он рассказал, что называют шмарами женщин с низкой социальной ответственностью. Нашему самбисту Кириллу Князькову такая точно не нужна. Ребята, меня попросили, я, может, что-то не догоняю. А в чем проблема? Нет, ну, просто вы меня просите, пожалуйста. Шмара – это оскорбление кого? То есть нам шмары не нужны. Я, наверное, не владею русским языком. Я просто хочу понять, а чем страшно слово «шмара»? Ну, давайте вместе изучим этот вопрос. Если вдруг все на таком серьезе это стали обсуждать. Как бы объяснить, Владимир Рудольфович, понимаете, какое дело? Ну, во-первых, само мероприятие жутко стыдное. Но даже внутри жуткого стыдного мероприятия как-то принято делать вид, что оно какое-то важное, статусное, официальное. Да, вот разные вещи уместны в разном контексте. Например, когда я здесь сижу, дуркую, иногда матернусь, иногда похохочу. Это нормально, это мой личный блок. Он никого, кроме меня, не отражает. Имею право делать здесь вообще все, что хочу. А если мы смотрим, например, какую-нибудь коронацию в Великобритании, или, например, президент приносит присягу в демократических странах. Знаете такие, Владимир Рудольфович, демократические страны? Или Парад Победы, например. Как вам, Владимир Рудольфович, для понимания сравнения? То там как будто бы комментарии, которые используют оскорбления, просторечия и все прочее, выглядят довольно странно. По крайней мере, когда просто человек оскорбляет рандомных женщин. Просто говорит, вот есть какие-то шмары, и как бы не надо их нам, у нас русы какие-то. Это выглядит довольно странно и неуместно для спортивных соревнований. То, что у вас это не вызывает никакого отторжения, это понятно. Вы и сам своего рода шмара. Хотя нет, не хотел бы я оскорбить вообще никого в этом мире, сравнивая с Владимиром Соловьевым. В итоге, спустя 7 дней, по-моему, длились эти игры. Спустя 7 дней сформировался итоговый медальный зачет. И он стал, честно говоря, абсолютным вот навершием у всего этого позора, который проходил. Потому что, ну, если раньше еще можно показать какие-то отдельные кадры каких-то спортсменов, сказать, вот, смотрите, спорт туда-сюда. А, и в итоге, когда ты смотришь на медальный зачет, тут уже все как бы. Там, ну, потому что там написаны страны, там написано количество медалей. И вот смотря на него, ты начинаешь понимать, почему, да, там на Олимпиаде 80 не было его, почему не публиковали. По крайней мере, как утверждает автор новой газеты, это было бы логично. Потому что вот как выглядит итоговый зачет величайшего спортивного соревнования, крупнейшей, как это, организации международной, БРИКС, которая должна стать нашим ответом Чимберлиену и вообще всем на свете. Итак, первое место. Россия. 312 медалей. Второе место. Беларусь. 134 медали. Третье место. Китай. 45 медалей. Ну, видимо, он вообще спортсменов туда не прислал. Четвертое место. Узбекистан. 38 медалей. Пятое место. Иран. 29 медалей. Ни одного спортсмена из КНДР, к сожалению, не представлено. Ну, вот посмотрите на этот медальный зачет и задайте себе вопрос. Является ли Россия страной-изгоем или не является? Игры БРИКС, которые должны были стать ответом Олимпиаде, на которых было потрачено огромное количество денег. Больше 5 миллиардов рублей. Там еще додавали сколько-то. Мы не знаем сколько. И какой итог? По итогу просто страны-изгои собрались вместе потусить. Ну, и Китай отправил там не знаю кого. Школьников, наверное, чтобы они чисто поразвлекались. Пьезисталы, на которых стоит по одному человеку. Непрофессиональные комментаторы, которые превращают фарс просто в какую-то трагикомедию. И это все ответ Олимпиаде. Это все, что смогла продемонстрировать Россия после того, как напрягла все свои мускулы вообще. А вспомните, как было раньше? Вспомните, как раньше Россия открывала Олимпиаду. Вспомните, как раньше спортсмены со всего мира съезжались в Сочи для того, чтобы там соревноваться. Пьезистал был заполнен, и не только он. Пьезистал был заполнен после суровой борьбы. Да, Россия тогда применяла допинг и все такое, и сама себе проложила дорогу к тому, чтобы стать полным изгоем. Но сам факт, что когда-то существовала Россия, где был чемпионат мира по футболу. Помните, сколько иностранцев тогда в нее приехало. Тогда не рассказывали, что любой иностранец враг по умолчанию. Тогда уже Россия становилась диктатурой. Безусловно, это сложно отрицать. Но вот этот чемпионат мира по футболу, он как будто был такой маленькой-маленькой-маленькой передышечкой. Вот во время того, как этот поезд несся в ад. То есть вот этот поезд несся, несся, несся. Уже был аннексирован Крым. Уже была захвачена, оккупирована часть грузинской территории. И вот несется этот поезд. Уже были посаженные люди за свои политические позиции. Были убиты уже. Был убит Борис Немцов. Но вот как будто в 2018 этот поезд сделал небольшую остановочку. Там все такие вспомнили, типа, вау, можно быть не мракобесной страной. Вау, менты могут быть не просто садистами, уродами и козлами, которые просто всех прессуют, а какими-то добряками на улице Никольская. И дальше этот поезд с еще большей скоростью понесся в ад. А помните Евро, на котором Россия сначала позорно проиграла, но потом обыграла сразу несколько команд? Очень высоко забралась, как гудела тогда и Москва и остальные города. Этого больше не будет. По крайней мере, в ближайшее время точно. Я обращаюсь к тем, кто остался в России и пытается для себя понять, а вот все происходящее, это хорошо или плохо? А вот действительно ли Россия встает с колен или в какую-то другую позу? Посмотрите по сторонам. Посмотрите, что делают с вашими детьми в школах. Что им там рассказывают. Вам потом все это разгребать. Даже чтобы не было дальше, ваши дети вырастут с учетом того, что им промывали мозги фашистской пропагандой, рассказывая, что какие-то нации, страны недостойны того, чтобы существовать, кругом враги, а нетерпимость, это на самом деле традиционная скрепа. Часть людей с ПТСРами вернутся с войны, будут стрелять, убивать. И это не пройдет быстро, потому что, конечно, им не будет оказана никакой психологической помощи. Это помимо того, что теперь в России сотни тысяч убийц. Сотни тысяч убийц, фашистов и оккупантов. Теперь никто не увидит, как российская команда выигрывает, да или даже проигрывает на Европе или любом другом крупном международном мероприятии. Теперь только Иран, Северная Корея, иногда Узбекистан по праздникам, может быть Китай, когда Россия отдаст ему какой-нибудь очередной кусок территории. Такая вот стабильность. Стабильно плохо. Хотя и то не стабильно, становится только хуже. И, конечно, когда идет война, и Владимир Путин убивает людей тысячами и стирает города с лица земли не Владимир Путин лично, надо сказать, а россияне. Да, поэтому тоже надо это держать в голове, что не Владимир Путин скидывает трехтонный ФАП на очередной город в Липцах. Вот когда это все происходит, говорить о каких-то играх БРИКС как будто бы какая-то мелочь. Но из этих мелочей теперь и состоит жизнь в России. Все отнимают. Все пространство свободы. Пространство артистов. Теперь все переобуваются в Z. Бесталантные идут на вершину, потому что талантливые уезжают. Их объявляют инагентами, заводят уголовные дела. Наверняка многие из вас там выросли на НОЗИМСИ. Кто-то восторгался альбомом Монеточки. Смотрел сериалы с Яной Трояновой. А их вот хотят сейчас тоже признать уголовниками. Ну, это ж не какие-то герои России, убивающие других героев России, как Кадыров и его банда. Правда? Вот это та страна, в которой вы в итоге оказались и будет становиться только хуже. Северная Корея покажется образцом демократии по сравнению с Россией по ходу движения этого поезда, который все дальше и дальше уходит в ад. И поэтому, когда вам в следующий раз будут рассказывать, что на самом деле весь мир в России, и Путин просто строит новый миропорядок, и на самом деле Россия не изгой, и все будет, все будет вообще в шоколаде, даже если вам плевать на смерти других людей, знайте, что вас обманывают и в этом. Ваша собственная жизнь тоже будет хуже. Знаете, как в этом убедиться? Посмотрите на пьедестал, на котором стоит один человек. Да, ты первый, если ты один. И вот сейчас Россия первая именно в этом, в зачете, где нет других соперников, потому что они просто не хотят быть с нею рядом, потому что Россия это фашистская страна теперь, которая ненавидит и своих граждан, и пытается убить чужих, и, к сожалению, убивает. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok